Нужно обобщить, совсем просто обобщить понятие вот этого самого символа на случай необязательно простых чисел. Только единственное, все-таки двойку в знаменатель мы пускать не будем. Определение такое. Если в знаменателе написано не простое число, а произведение нескольких простых чисел, повторяю, все они не двойки, а в числителе стоит какое-то число. Догадайтесь, что разумно сказать в таком случае. Неправда? Это определение естественно вести? Естественно. Так вот, господа, это что называется упражнение? Попытайтесь проверить, что для такого символа, то есть когда вы разрешаете знаменатель, необязательно простое число, что для такого символа у вас верны все три сегодняшние формы. То есть и минус один по этой штуке, и два, и даже вот античный закон заявки. Это на самом деле не сложное упражнение, оно не требует никаких идей, оно требует более-менее аккуратного расписывания формы и размышлений на тему, где делится на четыре, где не делится на четыре. В общем, это такая несложная работа, но почему она важна? Потому что когда вам дают число, то вы благодаря вот этой штуке не обязаны проверять простоту. То есть нечетность проверять всегда конечно надо, но вы можете переворачивать при помощи квадратического закона взаимности эти штуки, не особо глядя на то, простое и непростое. Понимаете? Как я писал, у меня было важно, чтобы взять это простое число. А как только такое примере выводите, так сразу становится гораздо лучше.